Та фонтово днём, здравствуйте, Анастасия Буровнёва, Антон Богданов. И вот сегодня как по заказу, как по заказу, продолжаем тему красоты. У нас в гостях дизайнер одежды Марина Бажина и Анастасия Полякова, дизайнер бренда аксессуаров. Начнём с одежды или с аксессуаров? Ой, я даже не знаю, с чего начать, у меня просто глаза разбегаются, действительно. Давайте, наверное, начнём с одежды, да. Что вообще сейчас в тренде, что предпочитает молодёжь, не молодёжь, неважно. Что больше всего сейчас ценится? Сейчас ценится универсальность. Стилисты всего мира наряжают наших девушек и пролив такой одежды, в которой можно сходить и в кино, и на работу, и путешествовать в ней удобно, и даже в гости к друзьям сходить. А цветовое решение? Какое, допустим, более спокойные цвета какие-то сейчас в моде? Либо наоборот, яркие, кричащие. Сейчас в моде то, что идёт, в то, в чём удобно. Наконец-то эта мода дошла и до нас. Наконец-то вот в чём удобно, в том и нужно ходить. Девушки сняли туфли, переобулись в кеды, в кроссовки, в боты, в ботильоны. И наша одежда, которая сделана из натурального хлопка, удобно сочетается с любой обувью и хорошо выглядит в любом. Давайте я немножечко расскажу. Да, давайте расскажите. Тут ещё для мальчиков, между прочим. Да, есть для мальчиков. Спрятали там в конце. Делаю одежду и для детей. Можно сделать одежду вообще в стиле фэмили-лук. Только хотела спросить, да. Да, обязательно. Не одинаково, но так, чтобы элементы сочетались, и чтобы вся семья выглядела красиво и актуально. Вот. Ещё расскажу. Очень интересно сочетать жилеты. Делаю такие жилеты, они утеплённые. Материал наполнения – это слайд-тек с следующим поколением за синтепоном. Жилеты двусторонние. В моде ещё и двусторонние вещи. Потому что, значит, везде экономия, что делать? А, правильно. Экономия, универсальность. Вот. Мы можем сочетать утеплённый костюмчик с начёсом, ну, вот какого-то, допустим, подходящего к жилету цвета. Угу. И проходить вот так всю весну или всю осень, там, до поздних снегов. Потому что будет очень тепло и комфортно на самом деле. Вот здесь они уже без утеплителя, да, идут? Да. Это… Ну, вот смотрите, у меня есть три варианта ткани. Ткань очень тёплая с начёсом, она подходит для зимы, для верхней одежды на улице. Это уже такой более весенний вариант. Ну, он тоже такой. Угу. И для платьев я использую тонкий совсем трикотаж, это двух нитков. Петля. На самом деле ткани вообще все носятся очень хорошо, поддаются химчисткам, чисткам, никогда не теряют своего цвета и формы. Вот даже сейчас я на вас вижу… Да. Это всё вместе, это платье или юбка и кофта? Это кофта и юбка, дополненно аксессуаром, который делает Даша Семеновна. Вот как раз таки, да, хотела и перейти к тому, то есть можно ли, допустим, спортивные костюмы чем-то дополнить? Или это всё-таки уже где-то больше к платьям, к юбкам? Сейчас последний тренд – совмещать объёмные свитера с ремнями. А, с велосипедками. С велосипедками, например. Велосипедки тоже. И можно сверху надеть ремень с бахромой. Вот этот, да? Вот этот, подайте, пожалуйста. Смотрите, как это круто смотрится. Это всё-таки ремень. Это ремень. Примерю. Ты на себя хочешь примерить? Нет, на славу. И опять же, с универсальностью, насчёт универсальности, опять же, к любому цвету и к платью. И на выход, и в гости, и на работу, если работа позволяет. Но это да, это тоже можно. Вот смотрите, я, допустим, могу так пойти в офис абсолютно однозначно. Вечером меня пригласили в ресторан, там, в кафе на ужин. Я меняю баску на пояс, у меня уже будет совсем другой выход. Совсем другой образ, да, действительно. Совсем другой образ. Ключи можно вешать опять же. Что касаемо мужской моды, пока Антон Богданов пытается примерить на себя пояс. Подожди, я просто не понимаю. Может быть, не помочь ему? Да, давайте. Я люблю помогать. Антон, Антон, ты подожди, ты покажи всем. Какая у тебя талия хорошая. Хорошая. Другой. Тосина, да. Может быть, ну ладно, давайте я его выпущу, чтобы бахрому было видно. Вот касаемо мужской моды, да? Можно цыганочку танцевать по-моему? Антон? Она сбоку должна быть? Да, да. Ну ты зачем закрыл-то всю красоту? А, пардон. Вот. Если заменить лицо на женское, мне кажется, очень стильно. Нет, на самом деле, действительно, очень стильно смотрится, и можно даже, я не знаю, там, я, конечно, не дизайнер, не могу правильно сочетать. Ну, допустим, под желтое, под что-то можно же фиолетовое или нет? Желтое, серое. А, можно? А то вы так говорите нет, я думаю, так, все, наверное, я ошибаюсь. Желтое, серое, синее, черное. Зеленое. Да, можно подобрать цвет по понтону. Ну, это там стилисты вам потом уже расскажут, он спросит, как это подбирать грамотно. Да, и что еще из аксессуаров? Это намордник или ковура? Нет, это портупель. Это на плече, наверное. А сейчас, опять же, возвращаемся к универсальности вещи-трансформеры. На мне сейчас ремешок, ремешок портупея. Его можно снять, ну, я не буду этого сейчас сделать, переодеть, это будет ремешок в два оборота. Ну, классно. Также вот такая портупея. Ее можно носить таким образом. Можно одеть вверх ногами, и будет ремешок с такими лямками опущенными. А, вверх ногами, просто лямки. Я думал, сюда ноги. Мы можем тоже на вас это надеть. А я? Нет, нет, давайте у нас есть прекрасная ведущая, мы все-таки на нее что-нибудь наденем. Нет, 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 я не понял. Нет, ну на тебе это будет смотреться. Давай, ну, экстравагантно. Ну, давайте. Смотри, они раздевают друг друга. Раз уж ты начал. Портупеи творят с людьми чудеса, на самом деле, да. Так может, пиджак с ним? А давайте с ним пиджак, это возможно? У меня потом там микрофон просто. Тогда нет. Прицеплено. Все, мы сейчас вам застегнем. Я вот, пока вы наряжаете Антона, да, я бы хотела обратить внимание на вот такую составляющую. Это как... Да, это всемирно. Даже к вашему образу сейчас это очень хорошо подходит. А у меня есть вот такой образ. Ну, прекрасно. А, и вот сейчас, кстати говоря, да, можно даже вот сейчас так вот приложить и посмотреть. То есть... А у меня современная учительница получилась. Угу. Как вам? Мне кажется, интересное сочетание. Необычное сочетание, да. Ну, вообще, ну, генериночку, генериночку покажите. Ох! Выправка. Выправка появляется? Слышишь, сразу осанка, да, хочется держать спинку там. Извините, добрый вечер. Ну, давай отметим, что если, допустим, какую-нибудь контрастную белую рубашку, да, сюда, она будет прям очень хорошо выделяться и очень стильно будет. Как подтяжки, можно даже сказать, и с ремешком. Мы сейчас ее еще вверх ногами. Мне еще очень нравится вот этот пояс. Это я же правильно понимаю, тоже практически как у вас, только без... Ну, такой вот... Широкий ремень. Давайте примерим, я вот могу снять. Угу. Ой, нет, не могу. Да, все иногда мешают наши микрофоны, но... Конечно, у меня тут тоже рубашка, блузка и все остальное, но, допустим, если какие-то элементы надевать, более сочетаемые между собой, то, в принципе, очень даже интересное решение. И должны ли обязательно сочетаться, допустим, аксессуары с обувью или с чем-то еще? Обувь, если нейтральных оттенков, то она подойдет к любым аксессуарам, но... Ты не поняла, где? Я поняла. Я на самом деле, я не хуже тебя думала, что это тоже нужно там продеть через ноги, чтобы это все красиво, а... На самом деле, все не так испорчено, как я думаю, да? Но на самом деле, интересно, если читать такое, ты подчеркиваешь, что они... На подиумах дизайнеры любят использовать кожаные аксессуары, потому что они придают шарма и стиля любому простому, спокойному наряду. И вообще сейчас дизайнеры любят использовать броши, браслеты, чокеры, ремешки в своих образах. Мы вот здесь вот все это примеряем. Людям не даем информацию какую-то, где можно все это великолепие посмотреть. У нас в гостях были Марина Бажина, дизайнер-одежный создатель бренда Maru Design, и Анастасия Полякова, дизайнер бренда аксессуаров Даша Семенова. Познакомиться с девчонками можно с сегодняшнего дня до 9 февраля в Сибири на выставке «Текстиль. Мода. Дизайн». Под одной крышей представлены сибирские бренды, одежды, аксессуары, меховые изделия, текстиль для дома, швейное оборудование, ткани и фурнитура. До 6 часов приходите с 10 утра и меряйте на здоровье, общайтесь и погружайтесь в мир моды. Да, и хочется заметить, что и аксессуары, и одежду, и меховые изделия, которые мы тоже сегодня смотрели, все это можно найти на этой выставке. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Очень полезно. У нас на очереди небольшая реклама, и мы возвращаемся к вам.